Всем большой привет! С вами снова Александр. И пришло время ответить на ваши вопросы, которые вы задавали в ролике, в котором я просил вас написать все вопросы, интересующие вас, на которые я должен был ответить вам в видеорежиме, скажем так. Вот, собственно, сегодня мы это сделаем. Сразу хочу извиниться, что ролик очень долго выходил. Сами видите, что сейчас происходит. Просто не было такой возможности вам ответить на эти вопросы раньше. Поэтому впредь, надеюсь, все будет хорошо. И физически будет такая возможность отвечать на вопросы раньше. Вот, собственно, давайте и начнем. Отвечать на первый вопрос. Это Николай Лукин пишет. Добрый день, мне нужна коляска 3 в 1, чтобы и автолюлька подходила. 3 в 1 комплектация. Третий элемент, это и значит автолюлька. И она, если в комплекте идет с коляской, в любом случае она подходит к этой коляске. И также, естественно, она подходит в автомобиль. Вот. Есть еще один, кстати, вариант. Вы можете купить не сразу 3 в 1 коляску, а взять коляску 2 в 1. Посмотреть, какая совместимость этой коляски, с какими совместима она автолюльками, с какими производителями. Обычно адаптеры или уже идут в комплекте, или их нужно приобрести отдельно. Это металлические проставки, на которые вы устанавливаете автомобильную люльку на шасси коляске. Если их нет, они недорогие, порядка 2000 рублей плюс-минус средняя цена адаптеров. Вы покупаете и ставите уже туда некомплектную люльку в коляске, которая уже изначально была. Они, как закон, не очень хорошие. Этим путем бы я не рекомендовал идти. Лучше 2 в 1 адаптеры. И выбирайте уже коляски-автолюльку от компании, например, Cybox. Это очень крутые и безопасные люльки. Maxi-Cosi смело тоже можно. Там на самом деле достаточно длинный список. Вот эти два бренда я бы, наверное, в начало списка сдвинул, потому что они самые удобные. Одни из самых безопасных и ликвидные на вторичке. Их потом продали и прекрасно. Я сделаю небольшую подборку вам. Колясок 2 в 1. Ссылочки туда скину автолюлик, о которых я вам говорю. И, соответственно, добавлю еще коляски 3 в 1 с хорошими автолюльками, которые идут изначально уже в комплекте. Поэтому напишу специально для Николая Лукина и ссылочки. Пройдите, познакомьтесь. Вот моя вам рекомендация. Так, дальше. Верунчик верная пишет. Добрый день. Появилась ли информация и отзывы касательно отсутствия мягкой накладки на ремне паховой зоны, коляски Baleos S Cybex. Очень нравится коляска, но переживаю, что ребенка будет натирать. На самом деле, поискал немного эту информацию. Ну, как немного. Порылся хорошенько в интернете. Поспрашивал у клиентов, которые уже пользуются этой коляской. И никто об этом, ну, знаете, все так удивленно смотрят. А что, как, а почему должно натирать? На самом деле, никто не парится, никого, ничего там у детей не натирает. В интернете я, к сожалению, тоже, ну, что-то не нашел я такой информации. Вот. Поэтому я думаю, что это надуманная проблема. И беспокоиться об этом не стоит. Ну, действительно, там нормальный мягкий ремень, не жесткий, как наждачка. Не должен он натирать ребенку. Поэтому много производителей делают без мягкой накладки. Волка Бэйби, Аппо Бэйби. Ну, много, на самом деле, колясок у кого нету мягкой накладки на паховой зоне. Плечевые в основном есть, а вот на паховой, ну, считают, никак не обязательно. Поэтому вот как-то так. Так, Нюточка Туз спрашивает. Добрый день, сделайте, пожалуйста, обзор на прогулочную коляску Бэйби Дизайн Клевер 2019 года. На 2019 год, к сожалению, да, обзора у меня еще нет. На предыдущий у меня есть обзор. Я вам просто скажу, что изменилось. Отдельно ролик снимать из-за этих отличий вообще никакого смысла не имеет большого. Вот. Коляску усилили. Сделали. Усилили ее. Она теперь выдерживает 22 килограмма. Это большой такой шаг вперед. В том, что вся конструкция стала надежнее. Ручка стала регулироваться. И появились новые цвета. Поэтому, как бы, она получилась такой достаточно интересной коляской. Но, если вы найдете, например, с хорошим дисконтом предыдущую версию, можете там смело покупать. Потому что вот то, что ручка стала регулироваться, она там в таком положении, что средний рост человека попадает как раз-таки в тот диапазон, что удобно катать. Ни руки не подгибает, ничего. Поэтому, по большому счету, 22 килограмма, если крупный ребенок, да, это важно. Если же не крупный ребенок, то можно и предыдущий спокойно катать. Поэтому, такое обновление интересное, но не обязательно. Поэтому, смотрите сами. И тоже, Анюта.ту, второй вопрос задает. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, есть ли отличия в Espiros Sonic Air 2019 года с 2020 годом? Какие вот отличия? Смотрите. Коляска теперь выдерживает 22 килограмма ребенка. Это очень большой шаг вперед. Всегда ее усиливают. Она стала из-за этого на 0,5 килограмма тяжелее. Ну, тут, на самом деле, ее разницу очень тяжело почувствовать. Сейчас можно снять капы сиденья и установить туда Espiros Uno, люльку. То бишь, если вы эту коляску рассматриваете чисто как прогулку, вот эти перемены, которые произошли, они не такие глобальные. Но если вы смотрите комплектацию как с люлькой 2 в 1, то это действительно очень крутой вариант. Потому что люлька вам нужна буквально полгода, потом убирается, и у вас сразу же будет хорошая крутая прогулочная коляска. Вот в этом отношении, когда вы смотрите 2 в 1, это прям огонь. Плюс и бампер тоже стал в эко-коже. Ссылку я на нее добавлю в описании, напишу специально для вас. И, соответственно, там тоже можете все почитать это все. Ну, глобальные отличия это вот эти. Поэтому, как бы, да, ну, у них там еще цвета новые добавились, материал слегка. В общем, как бы, основные отличия это вот эти технические моменты. Вот, собственно, и все. Так, Марина Власюк. Добрый день, Александр, когда выйдет ролик с моделью Pre-Tax Reomer Smile 3? Как только появится коляска на рынке, в доступе, в прайсе у представительства, так она появится и у меня на обзоре. Поэтому немножечко нужно подождать. К сожалению, точной информации сейчас нет. Так что ждем. Подпишитесь на канал, колокольчик нажмите, и будете получать уведомления о выходе новых обзоров. Смотрите, что за ролик Smile 3, значит смотрим. Так, Варвара, Варвара, добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом снять ремни безопасности прогулочные блоки E-Type, имеется в виду Annex E-Type, чтобы отрегулировать их по росту ребенка и прикрепить меховой конверт. Специально для вас сделал маленький обзорчик. Как это делается, я в описании к этому видео добавлю ссылку для Варвары. По ссылке пройдете, и там в районе 4 минут все это длится. Показываем, как с ремешки снять, отрегулировать, вернуть обратно и одеть конверт. Поэтому по ссылке ждет вас ответ на ваш вопрос. Дальше. Я на Лаунец. Добрый день. Не могу выбрать прогулочную коляску. Важные характеристики. Реверсивное сидение и компактное сложение. Не маленькие колеса, но легкий вес. Не больше 11 килограмм. Валка Бэйби не рассматривает, так как совсем у нее нет амортизации. Может, посоветуйте что-нибудь. Посоветую вам Moonrise Sport. Колясочка 10,5. Если память не изменяет, весит килограмм. Реверсивный блок, хорошие колеса, сбитая хорошая сборка, прекрасные ткани, амортизация. В общем, коляска, я думаю, что вам точно зайдет. Если она, конечно, визуально вам понравится. Но визуально она на мозге тоже хорошая. Поэтому вот очень хорошая альтернатива. Пожалуйста, Валка Бэйби. Дальше. Татьяна Казанская. Добрый вечер. Ищу прогулочную коляску, компактную, но всесезонную. Чтобы выдерживала ребенка хотя бы в 17-20 килограмм. Смотрите, я вам так несколько вариантов назову. Вот по брендам, например, Бэйби Джоггер. Очень хорошие коляски. Мне лично очень нравятся коляски. У них очень прочные. Они, как закон, универсальные. И по бездорожью, по-хорошему можно ехать и по городу. Есть модельки вообще чуть ли не беговые. Вот, Сити Лид, Бэйби Джоггер, Сити Мини Джи Ти. Джи Ти вторая версия. Это очень хорошие, прочные коляски для тяжелых детей. Спокойно. Если, например, хотите что-то полегче, универсальные в отпуске, чтобы она весила немного. Вот 7,9 килограмм, например, Уэстер Зера весит с амортизацией. Амортизаций выдерживает детей в больше 20 килограмм. Как по мне, тоже очень хорошие коляски. Обратите внимание, кстати, еще на Бритакс. Тоже интересные коляски. Например, у Joy Mitrex Flex signature есть лимитированная серия с усиленной конструкцией. 25 килограмм ребенка выдерживает с амортизацией, дополнительной в сиденье. Это вообще уникальная система. Поэтому вот что-то из этого, я думаю, можно повыбирать. Все эти обзоры есть у меня на канале. И, соответственно, уже сделать выбор. Как по мне, это хорошее-хорошее предложение. Так, идем дальше. Например, так, Надежда Радюкина. Добрый день. Сделайте видеообзор коляски Spira Nano, 19-й год. Очень интересуется, как фиксируется капюшон в актритном виде. Потому что в предыдущей версии он на ветру, видимо, закрывался. Заранее спасибо. Смотрите, по поводу козырька. На мой взгляд, в новой коляске козырек не будет складываться. Это точно потому, что ход регулировки, ты сразу чувствуешь, что он такой плотный, нормальный. И ветер должен быть очень сильный, чтобы сложить этот козырек. Поэтому, я думаю, что проблем здесь не должно быть. И я думаю, что если вам сама коляска нравится, здесь такой проблемы не должно быть. Я думаю, стоит брать. Так, Наталья Шкляева. Добрый день. Сделайте видеообзор коляски Annex L-Type 2020 года. И когда ее можно будет увидеть в магазинах? Когда вы писали этот вопрос, действительно, ее еще тогда не было. Она сейчас есть. Обзор есть. И обзор посмотрите. Нравится, берите. И коляска, действительно, получилась очень интересная и крутая. Так, Оксана Кузьминок пишет. Посоветуйте, пожалуйста, коляску типа Валка Бэйби 4. Вот. Но с амортизацией. Опять же. Oyster Zero. 7,9 кг. Амортизация. Хорошие ткани. Бампер очень удобный. Она большая, полноразмерная. Весит 7,9 кг. У нее жирный, здоровый козырек. Примяльные ткани. Эка кожа кругом. В общем, в ней все круто. И вот вам хорошая альтернатива. Эта коляска, действительно, получилась у них уникальная. Большинству требований она подходит. У нее только ручка не регулируется ни по наклону, ни по высоте. Но она в том диапазоне находится, когда среднему промежутку роста она должна подходить хорошо. Так. Дальше. Алена Степанова. Добрый день. Подскажите, есть ли информация, как надевать дождевик на Oyster Zero? Смотрите, все дождевики, как закон, одеваются сверху и липучками поджимаются. Должно быть все очень просто. Если вдруг у вас до сих пор это еще не получилось сделать, в WhatsApp к нам у нас на сайте есть такая услуга. Видео, помощь, скажем так, в видеорежиме через WhatsApp клиентам. Напишите, мы вам снимем, как это делается, и пришлем маленький ролик, и вы сможете детально рассмотреть. Поэтому, если еще не разобрались, пишите. Так, Саня Ибрагимова. Здравствуйте. А коляски YOYA у вас нет? Выбираем прогулочную коляску для тяжеловесных детей. YOYA колясок у нас нет. YOYA это реплика, это копия прогулочной коляски. Очень известной, навороченной коляски от французской компании Babyzen YOYO. YOYA просто, они не могут же назвать подделку таким же названием. Поэтому она там YOYA, YOYA, как только ее там не называют. В общем, приклеилось к ней название YOYA, потому что их больше. Вот. YOYA не рекомендую. Это когда делают реплики, там контроль качества как таковой отсутствует. Потому что это не какая-то крупная компания, это какие-то подпольные цеха, подвалы. Там их клепают как могут. Вот она стоит на выходе из Китая меньше тысячи рублей. Поэтому не стоит смотреть на YOYA. Я бы вам рекомендовал для тяжелых детей посмотреть на коляску от той же компании BabyJogger. CityTourLux2 называется коляска. По-моему, идеальная коляска для путешествий, для тяжеленьких детей. Больше 20 килограмм выдерживает коляска. Она просто неубиваемая. И это такой же больше премиальный продукт. Он, естественно, будет дороже, чем YOYA стоит. Но сколько вам прослужит BabyJogger, вы, наверное, штук 5-7 этих YOYA поменяете. Чтобы она этот цикл прослужила, эта YOYA. Поэтому BabyJogger CityTourLux2 вам в помощь. Я еще добавлю ссылочки в описании таких подобных колясок. Сможете еще и другие модельки рассмотреть. Поэтому вот как-то так насчет YOYA, я думаю. Так, Ольга Коршунова. Добрый день. Нужна прогулочная коляска с лучшей амортизацией. Какую модель посоветуете? На мой взгляд, лучшая амортизация из прогулочных колясок сейчас, лично мое мнение, это BumbleRide Indie модель и BumbleRide Era. Это американские бренды. Это из категории колясок для внедорожья. Скажем так, для убитых дорог. У них шикарная амортизация. Они как коляски очень хорошие. Они мега надежные, неубиваемые коляски. Вот Era, например. У нее есть реверсивный блок и четыре колеса. Шикарная амортизация. Надувные колеса с мягкой резиной. Она как S-класс плывет, понимаете? А Indie это по сути то же самое, только с тремя колесами. И блок не реверсивный, а только по ходу движения. Поэтому вот эти две модельки, первые списки. Вот на них обратите внимание. Так, Гай Гай, добрый день. Первая коляска. Но почему-то ко мне пишут, как первая коляска. Подскажите, пожалуйста, какие из колясок Joy подойдут для высоких детей? Joy Mitrex или Pact? Какая из них, какая из этих колясок, у какой точнее говоря, выше спинка? У Mitrex 50 сантиметров спинка, у Pact 45 сантиметров спинка по высоте. Поэтому для более высоких детей логично у нас подходит Mitrex. Да и он просторнее, компактная коляска. Я думаю, что для высоких лучше брать полноразмерные коляски. Вот поэтому Mitrex лучше. Так, Динара Замородских. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, стоит ли приобретать коляску Spiro Galaxy 2020? Лет нет ли у нее люфта? Как по удобству сидений? Как ткань коляски? Достойный ли это вариант? Можно ли обратить внимание там на еще что-либо? На самом деле, Spiro Galaxy 2020 года, как по мне, коляска получилась очень интересной по соотношению цены и качества. Я ее смело могу рекомендовать. А по поводу люфта, смотрите, у каждой коляски есть люфт за 100 тысяч, за 10 тысяч. Это не швейлер металлический, здесь куча элементов, которые соединены. Поэтому какие-то люфты везде есть. Не знаю просто в вашем понимании, люфт вот небольшой, это уже все беда или для вас это нормально? Короче говоря, подытожу. Spiro Galaxy, нормально собранная коляска. У нее как таковых вот, скажем так, люфтов, которые выше нормы были, я не заметил. У нее хорошая сборка, прекрасная цена, хороший функционал, хорошая ткань, посадка хорошая. И качество, естественно, тоже очень неплохое. Есть, конечно, и другие варианты, но вот у Spiro цена, качество предложений одно из лучших. Поэтому, если хотите купить относительно недорого и качественно, Spiro я бы вам точно рекомендовал. Поэтому не заморачивайтесь, берите, как по мне лично, неплохая колясочка. Так, Светлана Смирнова. Обещали сравнить Oyster Zero и Valka Baby Snap 4 Trend. Будет ли такой обзор? Светлана, обзор уже давно есть на канале, но он недоступен для просмотра. По ряду причин. И я специально для вас в описании напишу, что для Светланы Смирновой. И будет ссылочка. По ссылочке пройдете. Только по этой ссылке можно посмотреть этот обзор, и вы его увидите. Поэтому ждите эту ссылочку в описании. Так, идем дальше. Так, так, так. Екатерина Панова. Сделайте, пожалуйста, обзор идеальных прогулочных колясок для всех сезонов. Идеальных колясок, на мой взгляд, еще никто не придумал, но есть близкие к этому колясочки. Тут, что вам нужно? Внедорожная. Где вы ездите, если климат у вас? В общем, выбор нужно строить вокруг того места, где вы будете гулять. Хорошие дороги, убитые дороги, холодно, тепло, ветрено, неветрено. В общем, тут, как бы, если хотите более универсальную, я бы лично посмотрел на бренд. Мне лично очень нравится. И сам ребенка, что первого, что второго, катаем в Britax. Все Britax, BeMotion, BeAgile. Ну, вот, мне лично нравится BeMotion 4+. Как по мне, это универсальнейшая коляска. Шикарный мест, там, большим казаком. Она закрытая, если надо, можно открыть резиновые колеса, амортизация, куча местных. Britax очень надежный. Поэтому, вот, как по мне, она практически идеальная. Но, естественно, она не весит 7 килограмм. Тут уж извините. Вот, в районе 11,5, если память не изменяет килограмм, она весит. Как по мне, вот, очень хороший вариант. Если что-то легкое, но особо вы не потеряете в проходимости, там, в комфорте ребенка, Oyster Zero, пожалуйста, 7,9 килограмм. Вы получаете, естественно, ненадувные колеса уже будет полиуретановые, корзина хорошая, амортизация, большой козырек, качественные материалы, эко-кожа кругом. Вот, как бы, смело на них можно обращать внимание. На самом деле, очень много, большой выбор прогулочных, хороших колясок. Joy, хорошие коляски, волка Baby, Baby Jogger, опять же. Как по мне, как бы, тут выбор большой. Но, вот, первые две, что я вам назвал, мне, вот, больше заходит. Так, Green City Pro. Здравствуйте, сравните, пожалуйста, в обзоре с Moonry Sea Sport и Valios S прогулочные. Обе в обновленных версиях. Очень буду благодарна. Так, смотрите, отдельно у меня обзоры уже на канале есть. К сожалению, на текущий момент у меня нет возможности сравнить их лоб в лоб, прямо вот поставить рядом и сделать отдельный ролик. Вот, но отдельно обзоры на канале есть. Вы можете посмотреть один, посмотрите второй. И, как бы, вы уже можете построить для себя картину. Как по мне, коляски настолько близки по характеристикам, по вот всем ощущениям, что любая из них, я думаю, должна вас устроить. Я лично бы, наверное, выбрал бы все-таки Moon. Moon мне нравится больше дизайном, тактильное ощущение мне больше нравится. По рулежке она чуть более плотнее. Ну, в общем, подножка у нее с выемком, в смысле, с бортиком небольшим. Это мне тоже больше нравится. Вот, как бы, тут очень сложно, на самом деле, сказать. Поэтому, посмотрите обзор один, второй. Я думаю, что если у вас останутся еще какие-то вопросы, напишите мне лично, там, в Инстаграме или ВКонтакте, еще где-то. Я уже на конкретные детали вам смогу ответить. Поэтому, вот такая ситуация. Так, Екатерина Морозова. Добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую погодочную коляску для крупных детишек. Аналог Snap 4 и Snap 4 Trend. Опять же, вернусь к тем коляскам, которые я уже предлагал. Это Oyster Zero. Если нужна относительно легкая коляска, но всесезонная. И если уж совсем хороший внедорожничек, это Britax B-Motion 4+. Вот тут оба варианта очень хорошие. Если потяжелее, но попроходимее и покомфортнее, это B-Motion 4+. Если полегче, не сильно потеряя в комфорте, это Oyster Zero. Вот как по мне, вот такие вот прям хорошие варианты. И следующий вопрос от Татьяны Акхановы. Пишет, добрый день, нужна прогулочная коляска для крупного ребенка. Что посоветуете? Так, ну смотрите, для крупного ребенка я посоветую вам, наверное, три варианта. Это хорошая, очень крутая коляска у компании Baby Jogger. Она называется City Elite. Она выдерживает чуть ли не 30 килограмм ребенка. Это очень крутая колясочка, внедорожная. С ней даже можно бегать на роликах, кататься по любым дорогам, ездить, снега. Да что бы то ни было, ей все ни по чем. Плюс неплохая амортизация на передней шассе. Она очень хорошая. И туда же добавляем в этот список Bumble Ride Brand, модель ERA и Indie. Indie это трехколесный вариант с движением по ходу. ERA четырехколесный вариант с реверсивным блоком. И по ходу, и против хода движения можно устанавливать. И также они крупных детей спокойно выдержат. Вот, так что вот эти варианты, я думаю, для крупных детей подойти должны очень хорошо. Вот, собственно, и все. Вопросы на текущий момент закончились. Если у вас будут появляться еще вопросы, пишите, не стесняйтесь. Соберем опять вопросы в кучу. Выпущу как можно быстрее уже в этот раз ролик с этими ответами. Вот, если этот ролик был вам интересен, полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Вот. Ну, а вам, собственно, если нужна консультация, вы не стесняйтесь, пишите вконтакте, в ватсапе, где удобно мне можете написать. Я по возможности всем всегда отвечаю. Не факт, что прям через час или день в день, но в ближайшее время сразу же вам отвечу. Собственно, все. Хочу вам пожелать хорошего, грамотного выбора колясок для ваших детей. И всего доброго. До свидания.